здравствуйте дорогие друзья и зрители нашего канала арбат холмс с вами оксана и сегодня я вам расскажу вернее сказать отвечу на многие вопросы которые вы нам задаете в личность в личные сообщения в директ по ватсапу началась школа и куда же наших детей девать кто уже здесь раньше уже изучил эту тему кто только собирается приехать я вам немножко расскажу какая система обучения здесь здесь есть четыре этапа обучения школы крэш он аукул это дети от 2 до 5 лет то есть это по-нашему говоря садик садик он обычно для детей частный в основном частный садик стоимость этого стоимость этого заведения приблизительно от 1200 до 2000 лир варьируется ценник но вы об этом узнаете когда непосредственно придете в детский садик устраиваться следующий этап это ильку кул это как бы первоначальный класс 1 по 4 класс это дети от 6 до 8 лет следующий этап идет орта укул это средняя школа с 9 до по-моему до 14 лет это идет среднее обучение детей как бы средняя школа средние классы после этого идет лицей это уже старшая школа 9 12 класс по поводу того можете ли вы устроиться в любую школу и либо же в частную либо же государственную в частную школу вы можете устроиться в любой независимости от ваших от вашей прописки но в школу государственную вы будете относиться территориально то есть там где вы купили квартиру либо снимаете квартиру Если эта школа государственная относится к этому району, вы в эту школу можете спокойно подавать документы. Какие же документы нужны для того, чтобы поступить в школу? Во-первых, нужно свидетельство о рождении с апостелем. То есть, когда вы уже едете сюда, вы должны привести свидетельство о рождении ребенка с апостелем. Потом обязательно я бы советовала взять с собой табель для детей, которые уже ходили в школу ранее у вас на родине. И апостелировать его. Еще такой момент. Если вы приехали один родитель, а второй родитель с вами не является в Турции, то есть он не приехал. Либо разведены родители. Обязательно надо разрешение от второго родителя на то, чтобы ребенок получил ВНЖ и обучался в другой стране. Это такие моменты. Когда вы собираете все эти документы, вы идете в Министерство образования с вашим паспортом, с вашим табелем, переведенным, заверенным у нотариуса, с вашими остальными документами, фотография родителей и подаете свои документы. Там в Министерстве рассматривают и дается такой документ Денклик Бельгиси. То есть они изучают, сколько часов вы изучали, какие предметы. Вам могут дать на год меньше, но в этом нет ничего плохого. Если ваш ребенок дополнительно изучит еще один год турецкий язык, это только будет плюс. Он сможет адаптироваться в этой системе, он сможет идти в следующий год уже более уверенным. Я в этом не вижу ничего страшного. Но бывают случаи, когда дети идут прямо класс в класс. Хочу сказать по поводу школ. Сколько здесь государственных школ, сколько здесь частных школ. Частных школ не очень много, но они очень хорошие. Сейчас я точно скажу, в Эрдемли 122 школы государственных, но к Эрдемли относятся и Арпачбахшиш, и Тамюк, и Кыскалеси, и сам Эрдемли. В районе Мезетли порядка 70 государственных школ. То есть ваши дети обязательно будут пристроены в какую-то из школ. Насчет этого можете не переживать. По поводу садиков хочу сказать, что садики территориально находятся тоже в каждом районе. Они в основном частные. Для того, чтобы поступить в садик, нужен только паспорт ребенка. Не надо вид на жительство, не надо никакие справки, как у нас. Мы всегда собираем кучу справок от болезней, от прививок. То есть у нас так принято. Здесь это все намного проще. Очень хорошее отношение к детям. В садиках обязательно развивашки. Они один день рисуют, второй день у них гимнастика, третий день они учатся считать, четвертый день у них коммуникация, лепка. Ну то есть детей здесь очень активно развивают и ваши дети с удовольствием в основном ходят и в садики, в школу. Я смотрю на примере своего ребенка. Нету такого вот давления, как у нас, что вот куча физики, куча геометрии. Все как-то на релаксе дети учатся. По поводу частных школ. Частные школы это такие как ТЭД. Там идет очень серьезное обучение на основании Оксфордской системы. Также канадская школа. Те, которые спрашивали по поводу английского языка. Именно там идет обучение на английском языке. Она находится в Ени-Шехере. Русских школ в Мерсине нет. Поэтому, если вы приехали в Турцию, понимайте, что вам придется учить турецкий язык. А сегодня я хочу вам дать информацию. У нас в районе ТЭДЖ открывается новый садик. И мы непосредственно пойдем сейчас и посмотрим, и возьмем интервью у руководителей садика. Что столько стоит, каких детей берут, какая система. И вообще посмотрим. Еще хочу добавить по поводу трансфера. Здесь в Турции обязательно есть трансфер. Как в частные школы, так и в государственные. То есть, если вы находитесь где-то далеко, или вы не можете своего маленького ребенка отвезти в школу и забрать, здесь трансфер. Это порядка 500 лир стоит трансфер в месяц. Все зависит от расстояния вашей школы от вашего дома. Ну, а поехали теперь в садик и посмотрим, что там. И вот мы наконец-то в детском саду. И я хочу вас познакомить с координатором детского сада Светланой. Добрый день, Светлана. Добрый день, очень приятно. Очень много вопросов задают у нас по поводу открытия вашего детского сада. Хотим уточнить у вас. Скажите, пожалуйста, какие правила приема в детский сад? Правила приема стандартные. Детки принимаются возрастом с 2 до 6 лет. По регистрации ничего сложного. Кимлик родителей. Контракт на год, но при этом оплата ежемесячная. То есть проблем в этом нет. Это очень удобно, что оплата ежемесячная. И скажите, пожалуйста, если это не является тайной, приблизительно какая оплата и что входит в услуги этой оплаты? Оплата на сейчас 5250 турецких лир ежемесячно. В эту оплату входит в эту стоимость пребывания ребенка с 8 до 6 вечера. Кружки развития и индивидуальная методика, программа, собственно, обучения для деток. Программа обучения состоит из изучения английского языка и турецкого языка. Английский язык 3 раза в день, 3 раза в неделю, турецкий 2 раза в неделю. Скажите, входит ли в эту стоимость питание детей? Конечно, конечно. Питание у нас хорошее, по типу больше ближе к славянскому. Адаптировано, да? Адаптировано, конечно, да. Скажите еще, пожалуйста, трансфер. Пока в процессе. Пока мы смотрим, как формируются группы и потребность этого момента. Если будет потребность, конечно, мы организуем специальную компанию, которая будет предоставлять трансферные услуги. Пока вы ориентируетесь на ТЭДЖЕ, да? Район ТЭДЖЕ, где много славянских семей живет. Те, которые говорят и на русском, и на турецком. Светлана, скажите, пожалуйста, планируются ли группы, совместные с турецкими детьми, которые носители являются турецкого языка? Именно с детками. Да, с детками. Ну, распределение по группам следующим образом. То есть, в группе русскоязычной два учителя. Учитель русского языка, который владеет русским языком, и учитель турецкий. Оба учителя должны говорить на английском, потому что уклон все-таки садика на английский. Три раза в неделю, да, как я уже говорила. Поэтому между собой, конечно, они будут пересекаться, они будут вместе играть, они будут ходить на гимнастику, у них будет спорт совместный, да, футбол, баскетбол. Они будут общаться. Но классы распределены следующим образом. Для русскоязычного класса русский учитель, турецкий учитель. Для украинского класса украинскоязычный учитель, турецкий учитель. И для турецкого класса два турецких учителя, но, естественно, они учат английский. То есть, дети все равно на площадке будут пересекаться и адаптироваться не только к английскому, но и к турецкому языку. То есть, я в ваших словах услышала не только иностранный язык, но и гимнастика, и баскетбол, и какие-то развивашки, лепки, рисовалки. То есть, все будет здесь у вас, да? Да, конечно. Отдельно по этой опции могу сказать следующее, что для мальчишек футбол, баскетбол, теннис. Для девчонок гимнастика, хореография, балет. Также из бонусов и плюшек для родителей бесплатные курсы, кому это интересно, английского и турецкого языка. Для родителей. Абсолютно бесплатно, да. Это входит в эту стоимость. Очень отличная новость. Кому это интересно, актуально. Плюс еще одна из плюшек, это, как я говорю, ночной дозор, скажем, да, няня ночного режима. То есть, если вдруг родители захотят побыть вдвоем, либо мероприятие, либо по работе, командировка, есть возможность заблаговременно это обсудить и оставить ребеночка на ночь, либо допоздна. Это очень хороший момент. Я думаю, многие родители воспользуются этим. Слана, спасибо большое за такие детальные ответы. Скажите, пожалуйста, если семья и двое детей маленьких приходят в ваш садик, предусмотрены ли какие-то скидки или какие-то бонусы для таких семей? Да, конечно. Если семьи и двое детей к нам приходят, то, конечно, мы делаем скидочку 10% от общей стоимости. Оплата в лирах, правильно я понимаю? Да, в лирах, но будет терминал, поэтому как удобно. Конвертация аж сейчас у нас адаптирована. Если удобно по терминалу, можно в любой валюте. Очень приятно с вами познакомиться. Очень детальные такие ответы. Я надеюсь, что этот ролик поможет очень многим и ответит на очень многие вопросы. Потому что люди действительно, сейчас школа началась, а маленькие дети, куда идти? И море уже как бы холодное, и им дома скучно. Из-за этого как бы это очень актуально сейчас ваше открытие. Я могу еще что-то сказать, добавить, потому что для тех деток, кто хочет активничать, но уже как бы не сезон, мы предлагаем по субботам присоединяться к нам. Кстати, у нас график работы не только пятидневка, с 8 до 6, а еще и субботу полдня, до 2 часов дня. Это время больше посвящено физкультурным моментам, развитию, мастер-классам, активностям, может быть выезд на кемпинг, зоопарки, то есть вот такие вот моменты, да, экскурсии. Активная деятельность. Активная деятельность, да, гимнастика, теннис, баскетбол, как я говорила, это, естественно, тоже будет. И для тех деток, кому скучно, и они уже взрослые, да, здесь как бы не знают, куда пойти, в какой кружок, мы тоже открываем группу для взрослых. Это очень хорошо. То есть 6 лет и плюс 8, 10, 12. Ну, то есть здесь будет место, где дети, которые не знают, не могут найти себе друзей, смогут здесь встречаться и знакомиться. Да, 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 место встречи. Место встречи. Отличное место. Очень я рада, что с вами познакомилась. Рада такому новому месту в нашем районе ТЭДЖЕ. Надеюсь, что будете процветать. Желаем вам процветания. Хороших, достойных вам учеников, хороших родителей. И до встречи. Мы приедем к вам через некоторое время и посмотрим, как вы тут во всю обжили. Спасибо вам большое, что сегодня к нам завиталы. Завиталы, да, хорошо. Будем рады, будем дружить. Приходите к нам тоже в Арбат Холмс. Мы ждем. А с вами была компания Арбат Холмс. Я ее представитель Оксана. И не забывайте, что мы скоро в Узбекистане, в Казахстане. Пишите, звоните по нашему номеру телефона и делайте резервацию для встреч с нами. Всего хорошего. С вами Мерсин. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok